Это программа ДНК. Женщина обвиняет сожителя в совращении своей дочери-первоклассницы и в том, что он ее саму не раз жестоко насиловал. Главная цель, чтобы его наказали по всей строгости. Татьяна, выходите, чтобы его посадили. Да, конечно. Мне нужен тест ДНК доказать, что я действительно родила от него ребенка. Они же говорят, что я его нагуляла, набегала. А зачем вам это вообще? Они говорят, что я бросаю детей, что я их бью, избиваю. Да убегите, убежите оттуда уже. Зачем вы там живете вообще? Убегайте оттуда. Татьяна, хватит драться уже, Татьяна, что вы делаете? Алексей, вы что делаете? Настоящий Алексей появился. Вот она приехала откуда-то. Это же ваша любимая женщина. Почему вы не помогли, вместе с ней больничку не съездили, если это не от вас? Я уже хотел подать даже сам заявление. То есть то, что она меня оклеветала. И дочь тоже оклеветала? Да. Елена, вы что делаете? Да вы что? Да, вы что? Да, вы что? Да, вы что творите? Я тебя... Отпустите! Я просто в шоке. Вы актрису избили. Мы на вас суд подадим за нападение. Вы хотели обрушить свой гнев на бывшую вашего сожителя, но при этом вы даже в глаза ее не видели. Я, конечно, склонна верить Татьяне. Она эмоциональная, она не сдерживает как бы свои эмоции. А Алексей, он очень спокойный, он тихий, он с виду как такой лапочка-мужик. Алексей, в руках себя держите? Мужчины! Ну что вы делаете? Алексей Сидунов прямо из нашей студии тоже отправляется на полиграф. Переживаете за любимого? Нет, не переживаю, потому что я знаю, что он искренний. А если он окажется педофилом? Уверена, что нет. В отношении Татьяны агрессивные действия, жесткие действия, против ее воли, с сексуальной подоплекой были. Достоверность абсолютно. Тем более в юности у него неоднократные были травмы головы. Был ли сексуальный контакт в отношении Насти? Достоверность аппаратура дает не менее 70%, что это было. Вот тем не менее... Стойте, Иван! Иван, Иван, прекратите! Не было... Да не было, не было... Не было ничего... Мы, никто из экспертов, никто не откажется быть свидетелями того, что в суде официально, быть свидетелями того, что мы сегодня видим. Создалось впечатление, что действительно на местах, где она проживает, не хотят, и эта история, чтобы продолжалась. Татьяне, мы окажем помощь, как бы... Нашим прежним героиням оказывается, уже какие-то сдвиги есть по определенным делам. Иван сейчас все объяснит. Татьяна, вы такого итога этой программы хотели? Да. Спасибо. Благодарю, правда. Спасибо. После записи программы Татьяна Гамова едет в отдел полиции по району Ростокино писать заявление на бывшего гражданского мужа-насильника. Сам он перепуган не на шутку, ведь теперь придется давать показания уже не дома, а в московской полиции. Мне уже стоцкало, но я буду тоже писать встречное заявление на ее и на всех остальных. В итоге Черновский районный суд города Читы арестовал Алексея Седунова на два месяца. Сейчас в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела об изнасиловании Татьяны Гамовой и совращении ее 7-летней дочери Анастасии. Просто он понял, что у Выжива уже как бы деваться некуда, и под давлением, мне кажется, он тогда только признался, чтобы ему срок поменьше был. Дело поручено следователям 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Теперь Алексею грозит до 20 лет лишения свободы.